В 2012 году у Мэвис был диагностирован рак. Она и ее муж Лайону всю жизнь были крестьянами-евангелистами. Мы спросили Мэвис, как она впервые услышала новость о раке. Меня беспокоили некоторые симптомы, поэтому я обратилась к своему врачу. Доктор отправил меня в больницу для обследования. Я точно знала, есть проблема. Врач сказал, что у меня опухоль. Но, конечно же, пока не будет результатов анализов, ничего точно сказать не могут. Потребовалось пять недель с момента посещения врача и до определения моего диагноза. Затем мы пошли узнать об операции. Доктор объяснил, что собирается удалять большую часть толстой кишки вместе с опухолью и спросил, у вас есть какие-то вопросы? Я уточнила, сколько подобных операций он провел и услышала. Врач оперировал около 150 раз. Это нас устроило. Затем доктор спросил Лайонула, есть ли у вас какие-либо вопросы? Муж уточнил расписание и сколько нам придется ждать. Врач задал вопрос, что вы думаете насчет завтра? Это вызвало у нас удивление и шок. Оказалось, что у доктора была отмена операции, кто-то должен был пойти на похороны. Так что меня прооперировали на следующий день. Врач был хороший, я довольно быстро восстановилась. К сожалению, рак был на поздней стадии и дал метастазы. Врачи нашли подозрительное место в моем легком, поэтому отправили в больницу Ройл Марсден для прохождения химиотерапии. Для меня это был сильный удар. Поскольку мы не можем смотреть в будущее, то просто справляемся с тем, что происходит сейчас. Это очень трудно объяснить. В нашей семье женщины находятся в группе риска. И у меня 16 лет назад уже был рак груди. Несмотря на трудности, мы молились каждый день, зная, что Бог с нами. Я уже долгое время христианка и ни разу не подумала, что Бог нас покинул. У нас были друзья, которые уже сталкивались с кризисами и прошли через них. Это трудно объяснить. Ты находишься в состоянии шока, и это помогает правильно реагировать. Через несколько лет наша вера определенно выросла. Это было непростое время страданий, хотя я не чувствовала сильную боль, потому что у меня был безболезненный рак. Самые сложные моменты. Отказ от отпуска, семейных встреч, потому что я нехорошо себя чувствовала. Отказ от ведения дел в церкви, встречи с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok